С 1 июля все услуги в медучреждениях Еревана будут оплачиваться только безналично. С 1 июля 2023 года такой порядок будет действовать в областных центрах, а еще через год во всех населенных пунктах страны. Мэрия армянской столицы ремонтирует здание станции метро Площадь Республики. Полностью ремонтируется каменное здание станции метро Площадь Республики. На первом этапе территория была очищена, заменены плиты из туфа. На втором этапе планируется восстановление зеленой зоны. Профессиональный боксер, многократный чемпион мира Артур Абрахам инициировал закладку парка в своем родном районе Еревана Неркин-Чарбахе. Строительство парка, длившегося более года, было завершено несколько дней назад. 1 июня в 16.00 у церкви Сурбхач в районе Неркин-Чарбах административного района Шенгавит Еревана состоится торжественная церемония открытия парка с участием Артура Абрахама и главы административного района Шенгавит Размика Макартычана. В этот день в парке на детской площадке ожидаются разные приятные сюрпризы. К детям придут герои мультфильмов, дети ожидают развлечения и мороженое. На территории парка созданы необходимые условия для полноценного отдыха. Детская площадка и парк оснащены скамейками, наружным освещением, а также есть бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi. Армения остается единственной страной в Евразийском Союзе без двухзначной инфляции. 12-месячная инфляция в республике составила 8,4%. Для сравнения, в самой России 12-месячная инфляция составила 17,83%. В Казахстане 13,2%. В Белоруссии 16,8%. В Кыргызстане 14,5%. Это произошло потому, что Центробанк Армении раньше коллег во многих других странах начал повышать ключевую ставку в конце 2020 года. Таким образом, ставку не пришлось повышать сразу и резко, и реальная инфляция не была подогрета эмоциональным фоном. Международная ежегодная выставка вин и алкогольных напитков ProVine 2022 проходит сейчас в Германии. При содействии фонда виноградарства и виноделия Армении на выставке единым национальным павильоном выступают 20 винодельческих компаний Армении. Обращаемся к российским зрителям нашего канала. В связи с последними событиями, напоминаем, где можно зарегистрироваться и смотреть все видео Гайк Медиа нашим российским зрителям в интернете. Телеграм, Вконтакте, Одноклассники, Яндекс Дзен, Рутюб. А также, скачав приложение Радио Гайк, вы сможете слушать новости Армении и Арцаха. Смотрите нас там, где вам удобнее. Оставайтесь с нами. А мы будем работать еще лучше, чтобы вы всегда оставались на армянской волне вместе с Айк Медиа. Сегодня наша съемочная группа находится в селе Мушкопад, которое дословно переводится как «покрытый туманом». К счастью, сегодня в селе солнечно, и нам удастся показать всю красоту села. Мушкопад основан на высоком горном хребте, который, разветвляясь, достигает северной стороны монастыря Амарас. Село отличается своим высоким положением и большую часть года бывает окутана туманом. Здесь вызывает интерес не только этимология названия, но и история данного села. Мушкопад имеет древнюю историю, о которой свидетельствуют находящиеся в окрестностях села святыни. Вообще не сохранилось много как древних, так и новых хачкаров. Некоторые из них нам удалось увидеть. Здесь есть и места паломничества. В селе также действует древняя церковь Святой Богородицы, которую отреставрировали недавно. В церковь верующие сельчане ходят часто. Общаясь с жителями Мушкопада, мы узнали, чем они занимаются и как проходят их будни. В последнем обладаются сезонными способами. Насколько мы сегодня видим, что обладалианию тучей женщин. Мы находимся у нас в том, что обладали сuis, чтобы обладали реперацию сели. Насколько мы всегда обладали реперацию, чтобы обладали реперацию, где мы не забывали, что они находились с этим. В селе больше всего развито скотоводство, выращивание картофеля, а также орехов. По мнению жителей, добиться хороших результатов можно только благодаря усердной работе и трудолюбию. Гуляя по красивым узким улицам села, мы рассматривали архитектуру многовековых домов. Здесь большое количество старых зданий, которые передают колорит общины. Действующее административное здание Мушкопата включает в себя сельский муниципалитет, медпункт и библиотеку. В общине также построена детская площадка, где могут проводить время детишки села. Мушкопат славится своими выдающимися выходцами. Он является родным селом известного писателя и историка Баграта Улубабяна, которым гордятся жители Мушкопата. Община также всегда славилась своими долгожителями. Этому способствуют свежий воздух, холодная родниковая вода и природа села. 90-летняя Анжела Парамазян в беседе с нами рассказала о своих детях, внуках, правнуках, которые всю жизнь служили родине. Баграта! Мы не длиной, мы не занимались. А мы собираемся, в подъеме к дому, к дому, к концу жене. И так как бы мы хотим,avant того, артистам для усилия. Видите, не было. Когда мы сразу областны на завтра, онtextен, когда мы создали внушение, его проблемателям, и поливица, и обогателям довольно поднимались. На этом думаю, кто-то не будет. И сейчас ее потомки стоят на границе и защищают родной Арцах. Бабушка Анжела желает лишь мирного неба над головой и процветания родного края. В Мушкопате все прекрасно, начиная с живописной природы, старых домов, заканчивая людьми с добрыми сердцами. В Ереване продолжаются акции протеста оппозиционных сил. К сожалению, происходят довольно жесткие столкновения протестующих с силами полиции. Число задержанных сегодня участников акций гражданского неповиновения беспрецедентно. В участки были доставлены 414 человек. Большая часть позже была отпущена. Родные погибших в 44-дневной войне также до сих пор держат заблокированный улицу Нжде у апелляционного суда. Они требуют встречи с прокурором по делу о боевых действиях. На этом фоне Азербайджан заявил, что не сядет за стол переговоров в случае смены власти в Армении. «Россия же считает протесты в Армении внутренним делом страны и не вмешивается. Это внутреннее дело Армении, все, что там происходит и все, с чем выступает высшее руководство Армении. Мы знаем об этом и в эти процессы не вмешиваемся», заявил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Вчера поздно вечером Путин и Пашинян все же встретились на полях саммита ОДКБ. Российский президент и премьер Армении обсудили торгово-экономическое сотрудничество, международную и региональную повестку. Командно-штабные учения под руководством исполняющего обязанности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении будут проведены с 17 по 21 мая. На учениях будут отрабатываться методы подготовки и проведения оборонительной операции в условиях угрозы агрессии со стороны условного противника. Будут проведены также бригадные тактические учения с огневой стрельбой. В ходе учений будет проверена способность командного состава к подготовке и проведению тактических учений, планированию и осуществлению необходимых действий. В НАТО разгорелся скандал между Турцией с одной стороны и Швецией с Финляндией с другой. Эрдоган заявил, что заблокирует вступление в альянс скандинавских стран. «Мы не собираемся наступать на одни и те же грабли дважды», – высказался он, имея в виду вступление в НАТО Греции в 1980 году. Дело в том, что обе северной страны поддерживают курдов и ввели санкции на поставки оборонной продукции в Турцию после начала военной операции против СДФ в Сирии в 2019 году. После этого заявления Эрдогана в Швеции отреагировали своеобразно. Развернули крупный флаг РПК в Стокгольме. А премьер Греции выступил с заявлением и счел неуместным торг Турции по поводу вступления в Финляндии и Швеции в НАТО. Конечно, Эрдоган снимает свою блокировку на вступление. Просто пока ждет выгодной цены для такой уступки. Российские миротворцы вместе с Ассоциацией благотворительных организаций Мерси провели гуманитарную акцию в детском саду села Хнущенак Мартунинского района. Его воспитанникам подарили детскую посуду, игрушки и игровые наборы. Был такой замечательный человек. Уроженец Шуши, а позже житель Баку, которым в свое время гордился весь советский Азербайджан. Хованес Тевосян. Он был министром черной металлургии СССР. Его знания позволили производить броню, значительно превосходящую по качеству и количеству немецкую. Что повлияло на ход Великой Отечественной войны. В 1943 году стал героем социалистического труда. Позже Тевосян был первым послом СССР в Японии после долгого перерыва в русско-японских отношениях. А после смерти в родном Шуши ему был установлен бюст. К чему это мы? Советские азербайджанцы им гордились. А их потомки 30 марта, в его день рождения, взорвали бюст героя. Хочется спросить, против кого они направили этот акт вандализма? Против армян? Конечно, это так, но прежде всего против своей нации, превращая ее в толпу без прошлого, а значит и без будущего. Армянские школьники завоевали две медали на 56-й международной олимпиаде по химии, которая проходила в Ташкенте, Узбекистан, с 9 по 15 мая. Леонида Сатриан завоевал серебряную медаль, а Гай Кагикян – бронзовую медаль. Юный трубач из Арцаха стал лауреатом конкурса в Москве. В Москве был проведен международный музыкальный конкурс «Музыкальное приношение». Впервые за несколько лет в очном формате Арсен Сафариан с успехом прошел конкурсный отбор, прекрасно отыграл программу и стал лауреатом первой степени в номинации «Духовые и ударные инструменты». Арсен – студент Степанакерцкого государственного музыкального колледжа. В честь годовщины победы в Ереване вновь прозвучала Ленинградская симфония. В Ереване по инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в концертном зале имени Арама Хачатуряна, Национальный филармонический оркестр Армении во главе с художественным руководителем и главным дирижером Эдуардом Топчаном исполнили Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. 16 мая его святейшество Католикос Арам I по приглашению патриарха Таватроса, духовного лидера Коптской церкви и секретаря Совета церквей Ближнего Востока выехал в Каир. Его святейшество примет участие в конференции Совета в качестве почетного гостя и выступит с речью. Католикосат Великого дома Киликийского примет участие в этой конференции, которая созывается каждые 4 года. Армянские юные борцы греко-римского стиля блестяще выступили на 15-м Кубке Шахида Хасана Ашури в иранском Раште. В завершившемся на днях турнире в командном зачете Армения заняла второе место. Золотыми медалистами стали Гомера Ракелян, Сурена Гаджанян и Виге Назарян. Альберт Вартанян и Ашот Манукян стали серебряными призерами. Бронзовые медали завоевали Ашот Хачатрян и Варужан Антонян.